Книга «Открытым оком», 10-й том. Вопрос 2332. Тема покаяния. Почему убийца, покаявшись в камере смертников, будет спасен, а его жертва, наверное, погибнет, будучи им внезапно лишена жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Несправедливость этого решения очевидна любому, но именно так и может быть в конечном счете. Решение будет у Бога, и приговор такой вынесен и Иеговой. Языки 3.20. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Языки 18.21-29. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. Правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того лишь, чтобы он обратился от путей своих и был жив. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив. Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое делает, и за грехи своих, каких грешен, он умрет. Но вы говорите, неправ путь Господа, послушайте дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы. Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев, не ваши ли пути неправы. Иова 34, 10. Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие. Судя по-видимому, мы выносим наше решение. Но когда откроется незримая сторона, что убитый и не думал кается, и по делам своим, быть может, уже готов отойти, будучи или праведным, или грешным. А этому садисту Бог дал возможность принести покаяние. Но насколько оно было искренним и будет ли принято Богом, и этого мы, наверное, не знаем. 1 Коринфянам 4, 5. Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том. Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность. Есть неверующие вовсе во Христа, пророчества его не признающие. От явно сбывшегося прячутся в кустах, шаги заслышав Бога Пресносущего. Опровергают сказанное Господом, вальяжно развалились за его столом. Слова учителя опровергают походя. Все оскверняя грязным помелом. О ненадежности того, что под рукой, спаситель многократно возвещал. И потаенно-красною строкой о трех сопровождающих вещах. О моле, ржавчине, о жуликах, ворах. Об их неистребимом продолжении. Уничтожают, превращают в прах. Все до единого у этих трех мишени. Ни химия, ни даже ультразвук, ни следователи, ни суды, ни казни. На них не хватит тысячи наук. От этих трех напастей едкой мази. Вновь обокрали чемпиона мира. Медали по брякушке утащили. У дяденьки царя обчистили квартиру. Не могут замочить воров в сортире. Вы, окаянные милорды, господа, Окружены, горите на банкетах. Телохранители при вас везде, всегда. Накаченные мускулы атлетов. От этих трех не могут защитить. Моль ржавчина, воры съедят охрану. Во цветах временного суеты, щиты Подталкивают к мысленному храму. Ищите царствие, нетленного вовеки. Евангельской правдой обладая. Христу поверит умственный калека. Напрасно мертвого припарками латают. 30 апреля 2004 год, Игнатий Лапкин.